Какое случилось в Боровой деревне Лебяшки событие? Там была выбрана лесная комиссия. Осень 1918 года наступала. Жизнь с каждым днём становилась непонятнее. Порядка всё меньше, страха всё больше, война всё ближе, власть неизвестнее. Что было доподлинно известно, в России идёт гражданская война. Не миновать этого пожара и Сибири. Лебяшки тоже не миновать его. А это мужики, товарищи члены лесной комиссии. Это сам Иван Иванович явился, Саморуков. При карасине сидите-то и не врёте, что при настоящем карасине-то. Нет, мы не врём, Иван Иванович. Это у нас тут истинный карасин горит в ламке. Садитесь, будь добренький. Ну? Ну и как вы тут, товарищи, лесная наша комиссия? Товарищи, вы либо господа. Нет, мы, товарищи, мы беспременно, нет. По-другому сказать, так власть и начальство. Ну, какое там? Ну, а что, Игнатий? Без власти, без начальства ни к чему и не поступишься. Ради что, к собственной бабе? Ну, а скажи, тебе-то какие наиглавнейшие заботы в комиссии в Энтой? Мне-то? Да. А как в дураках не остаться? Кабы мне тоже. А то одну, а то и другую. Это хорошую лесину поиметь. Одним словом, в дураках неохота быть. Ой. Вот она, самая великая беда всего человечества. Игнатиевых, Игнатовых развелось среди людей слишком уж много. И едва ли не в каждом нынешнем человеке. Хоть сколько-нибудь досидит Игнашка. В одном поболе и в другом помене. Но сидит. И ждет своего часа. Приходит час, и вот тут Игнатий берет свое. И мутит светлую воду, и человеческое сознание. А когда сделано, ну, хоть что-нибудь по уму, он же обязательно переделает на глупости. Почему так? Да вовсе не потому, что ты, Игнатий, сильно глупой от природы. Хотя, конечно, может и это. Потому что человеку так легче, удобнее. Так он живет себе и живет, как поросенок. А к человечески трудному не прикасается, избавляет себя от него. Лень бывает человеку человеком быть. А то и не досуг быть им. Слишком это трудное занятие для человека, человеком быть. Вот-вот. Ведь куда ни кинь все временное. Деньги временные, власти временные, законы временные. Гляди-ка, и вся эта жизнь тоже сделается временной. Тут же вот Игнатию ход да ход. Тут ему жизнь да жизнь. Но мы, Иван Иванович, должны прививать людям своей комиссии сознательность. Всем. Хотя бы даже Игнатию. Понятно. Ян-то вроде как по воде пешком ходить. У святых получалось. Но припомнить, да кто же, не у всех. Скажи-ка, Николай Леонтьевич. А в чем тебе, Ночи, думается? А? Как это? Ведь я знаю, Николан, ты в своей мысли всякий раз сперва вроде бы в горку молчком забираешься. Ну, и куда ж ты ночь взобрался? Ой, Иван Иванович, разное думается мне. Ну? Ну, вот думается. Это сколь же во вред и на погибель самому себе человек может сделать. Войну может сделать на погибель миллионам. Бомбы бросать с аэроплановым, газ пустить друг на дружку. Один из народов совсем может изничтожить другой какой народ. И все ведь с восторгом. По-геройски. Ну, ура. А на малую пользу себе не умеет делать человек. Ну, вот мы тут затеваем комиссию по охране и разумному пользованию лесом. И в ту же минуту не ясно, а сможем ли, а не вовсе ли зря начинаем, а может все одно толку не будет. Правильно, Устин. Я тоже сколько разов головой-то думал. Почему для хорошего дела пушки не выдумано? Чтобы зарядить бы ее хорошим словом, прицел бы взять, пальнуть и... Вот оно, хорошее дело, свершилось. Явилось от прицельного попадания. Не выдумано, покуда бы такая пушка, Никола. Нету, Иван Иванович. Покуда, нету. Жаль. И сильно жаль-то. Уж очень она необходимая. Такая пушечка по нынешнему времени. Очень и очень. Период гражданской войны в Сибири явление совершенно поразительное, потому что кроме регулярных армий в Сибири было 7 республик партизанских, крестьянских. Одна из них, скажем, в Каннском уезде существовала 14 месяцев. В Западной Сибири тоже были очень интересные республики. Такие образования с какими-то даже государственными началами, с отделами, понимаете, там, культуры, просвещения, лесного дела и так далее. И таким образом, скажем, вот возник у меня роман «Комиссия», который посвящен, значит, мужикам сибирским, создавшим в 18-м году вот такую комиссию по охране леса. «Решить, чё ли тебя, Устинов? С кем ты связался-то, Никола Устинов? Кто тебе, Никола Устинов, нонщит друг и брат? Герябин Васька, Игнашка Игнатов, а Петька Калашников, коп, мужик, даже начальник тебе. Нечто ты не ведаешь в том стыда. Да тебе с ними в один сортир хаживать, и то с травмота». «Ну вот с тем человеком, который в людях людей не желает понимать, вот с тем мне действительно худо, Григорий. О, как! Тем более, что все мы выбраны в нашу комиссию миром, лебяженским обществом. И когда-то против народных избранников, значит, ты и против всех, кто их выбирал? Конечно, против. А как же мне можно назначить, хотя и миром, и всем светом, товарища и друга? Никак нельзя. Этакое назначение издевательства надо мной, а не что более. Тут уж моя забота собственная. С кем я желаю иметь свое дело, коротать время, кого я своими глазами желаю видеть, кого я своими ушами желаю слушать, выбираю я сам, сам, никто более». «Ни почему тебе больше других надо, Григорий? Зачем это тебе? «А мне надо, Левонтич, не больше, не меньше, а ровно по силам моему умению. Вот я один за троих робить могу. Ты знаешь, могу. А когда знаешь, то тебе и признать надо, радовно, что я действительно один за троих иметь должен. Нет, ничего хуже, как нищенствовать. А не робить в полную силу, то же самое нищенство. Пропадать человеческому умению, то же самое». Ну, ладно. Как в сказке присказка. Ладно, коли так. Ты вот будто бы один живешь на свете. От этого тебе все, как есть, ясно. Но ты ведь не один. Вокруг и повсюду тебя множество людей. Им-то ясна ли твоя ясность? Согласятся ли они с тобой? А когда нет? Как же ты можешь забывать про их несогласие и не искать народного согласия? А у меня, Устинов, с народом свобода. Как? А вот как. Сегодня я хочу заодно с народом идти. Иду. Завтра не хочу, не иду. А послезавтра хочу и уже вовсе против его иду. Это же бесчестно. Это немыслимо, Григорий. А народ-то со мной не так же ли обходится? Народом для того и сказочка выдумана. Один за всех, все за одного. Чтобы всем ловчее обмануть одного. А я не прикидываюсь, что я людям и народу друг и брат. Я знаю тому человеку, который жертвует себя а народу спасибо никто не скажет. А еще и высмеют. И недовольные им же останутся. Не так сделал, не до конца с народом шел. Так вот я того человека, который народу слуга и служка ненавижу и презираю за то, что он никого не хочет за неблагодарность убить. За то, что никому не желает хотя бы морду разбить. так мы людьми никогда не станем. И правильно. И ненужное н кого вовсе. Ты чего? Не хочешь? Я хочу. Глупое хотение. Для тебя человек вон тот, а для меня совсем другой. И мы обратно никогда не сойдемся, каким же человек должен быть. Кто он? И какое есть? Самый-то хороший самому себе и всем необходимый. Спроси Игнашку Игнатова. Он ответит. Все такие и должны быть, как я. Но может, только чуток иные. Вот как он об человечестве думает. Он себя непременно лучше тебя считает. Вот я, к примеру, тебя убью, а Игнатию скажу, молчи, Игнатий, не то и тебе худо будет. И он легко смолчит. А как же нелегко, если он себя лучше тебя считает? Зачем же ему хорошее на плохое тратить? Ну, с Игнашки-то какой спрос? Ладно, я Игнашку убью. А тебе скажу, докажешь, кому, и тебя убью. Ну, и как ты поглядишь на то, Устинов? Это докажу на тебя, Григорий. Обязательно. Всякая великая глупость Вишли интересная. Отдать свою жизнь за Игнашку и даже после того, как его паскудника все одно нет в живых? Разве это не глупость? И разве не интерес услышать от умного человека эдакую глупость? Большой интерес, ей-богу. Ну, а ты что нынче ищешь, Коле? В чем? В жизни. А, ей-то? Да не очень-то я знаю, Родион Гаврилович. Ищу, ищу, а что не очень складывается у меня в голове. Меж в общем, к тебе-то пришел узнать, как ты. Нашел, что? Али нет? Не повезло. Да у меня до недавнего времени хорошо было, коря, хорошо так, складно. Я чести искал, чести неизменно. Ну, а вот вы смирновские, хотя и не казаки, чистокровные крестьяне, всегда шли на военную службу. Зачем? За своей честью? Я, коль, тебя на войне видел, ты храбрый. А все равно объяснять тебе это приходится. А вот нам, смирновским, объяснений не надо. У нас это в роду. Природная храбрость. Значит, коли мы смерти не боимся. Не боимся, и все тут. Ведь как с людьми-то происходит? Вот с детства человек носится своей смертью, как с писаной торбой. Без конца предвидит ее, нянчится с ней, всем рассказывает про нее, на коленях перед ней ползает, предает из-за нее. Он, глядь, уже и живет-то ее рабом. Зря, Коля. Зря. Сознание смерти дано только человеку. И пользоваться-то им нужно по-человечески, не унижаясь перед животными, которые о ней ничего не знают. Человека, Коля, над всей другой жизнью поднимает сознание его смертности. Что не вечен он. Ну, а пока жив, должен быть человеком. Дело, человеческое дело. У животного-то этого сознания нет, потому и жизнь-то его скотствует, или так, свинствует. Пу-ты, птичья беззаботность. Дела-то нет. Вот ты представь, Коля, вот будто твоя лошадь или корова знает, что лет через 10 она умрет. Разве она работала на тебя так, как теперь работает? А? Нет. Они захотели бы прожить свою жизнь и так, иначе. Так что вот, как устроено с этим делом в природе, Коля. И великие люди это устройство понимали. Но они великие не понимали никогда, да и никогда и не поймут. и вот ежели я, солдат, мужик, вровень с самыми большими людьми это понял, узнал, это моя заслуга и честь. Этим я дорожу. Ну и меня уже нельзя сделать рабом. Господь надо мной нет. Один только Господь Бог. У каждого человека есть своя собственная неизменная молитва. Тут ко мне приходит Гришка Сухих со своей молитвой. Проповедует, даже грозится. Не примешь, убью. Но почему так? Почему человек со своей собственной молитвой сам обходиться не может? обязательно ее другим навязывает. Что такое правда, товарищ Истинов? Один ее понимает так, другой вовсе по-своему. А где и в чем она в действительности? Она есть лишь в том, что хорошо исправедлил для народа, для большинства человеческого. народ требует взять в свои руки землю, фабрики, власть. Это и есть святая и высшая правда, другой деду. Пройдет время, у массы будет другое наставление к жизни, обратное будет правдой. И так всегда. Запомнил, или за теми отдельными сожженными людьми. А здесь надо различать, где народ делает сам, а где и утолкать на преступление черные силы. Какая черная? Ну, разная. Монахи, колдуны, капиталисты. А кто различит? Ну, вот ты, Дерябин, различишь, где народ делает по-своему, а где по наущению? Почему же нет? А, так, когда ты можешь это, а все другие нет? Так стало быть, ты отдельно ото всех, как тот святой. Никогда. Никогда я не стою отдельно народом, а нахожусь в самой его душе и глубине, потому и чувствую, и чую, что исходит от него самого, а что ему навязывают другие из черных замыслов. Сам же я при этом своей личностью, ноль. Ну, это даже странно. Ну, а вот в лесной нашей комиссии ты, Нонеч, кем работаешь? Налем работаешь? А? Либо главным рабочим членом начальником охраны и даже нашим, как бы, руководителем. Если ты наш руководитель, ноль, это тогда кто же мы-то? ты меня не вовсе понял, Стимов. Я себя руководствую и не отказываюсь от этого, так потому, что ощущаю себя перед народом как ноля. То есть, я более чем всякий другой должен слуга ему быть, и только слуга. Во мне это рядом, и вместившись, должен находиться слуга и руководитель. Что, можете, и это не очень понятно. Конечно, нет. Ну, а вот в ту ночь-то, когда нагрянули степные порубщики-то, и ты уже почти отдал приказ стрелять в их, ты кто-то добыл? Слуга и ноль, или ты в тот миг руководствовал? Ведь степняки тоже народ, и заметно победнее, чем мы, лебяженцы, и лесом, несомненно, больше, чем нам нужен. Ты, Стивенов, садись на мое место. Вот оно. Вот они, бумаги. Вот он. Список охраны лежит на краешке стола, свесился. Принимай дела. Я тотчас веду тебя в курсе. Ты принимай дела и делай по-своему. Умно, со всеми, благородно, и с своими лебяженскими состепняками, и с самогонщиками, с гличкой сухих, со всеми как есть. Давай. Погодь, Василий, погодь. Не спеши. Не спеши. Погодь. Да разве я о том? Я вовсе не о том. И наверняка, Сергей Павлович, вам приходилось выслушивать, наверное, упреки. Упреки в том, что у Стинов ваш слишком много философствует. Наверное, приходилось вам слышать, что где вы видели такого героя, что мужик, русский мужик, сибирский мужик, он не может быть таким философом. Вот. Как вы относитесь к этому, интересно? Я отношусь... Действительно, были такие замечания. И я даже понимаю их происхождение, потому что, в общем, мы не очень хорошо знаем свой народ. И, так сказать, своих философов, вот не тех книжных, понимаете, философов, известных, признанных, и достойных, но еще есть ведь люди со своей философией в обычной жизни, и очень часто они встречаются. И мы вот их как-то не знаем, не замечаем часто, и не признаем, не отдаем им должного. Я очень хорошо помню деревню, понимаете, или, скажем, 20-х и начало 30-х лет, еще такого склада какого-то чисто деревенского, крестьянского, понимаете, там все было доморощено. Там был квас свой, пища своя, так сказать, не привозная никак уж. И, значит, и философ был свой тоже. Потому что не могла без этого жить какая-то община, какая-то деревня, понимаете, 200 дворов не могли обойтись без своего философа. Иногда это был удачный человек, и удачная его философия, умная, иногда не совсем. И даже как-то люди понимали, что вот их деревенский философ не совсем тот, которого бы им хотелось. Но другого нет. Они верились с ним. Но всегда был какой-то человек, который воплощал какие-то нравственные, пытался начало, так сказать, изложить и дать себе самому в них отчеты поделиться этим с окружающим. Так же, как был первый мастер по пахоте, как первый, понимаете, так сказать, как самое хорошее, мать в деревне, вот знали все, что вот в этой семье вот такая матушка, на которую все другие не стеснялись, так сказать, ссылаться как-то. Вот смотрите, а в этой семье вот таким образом. был непутевый свой человек. Не путевый был. Не смеялись, но без которого и не представляли себе свою жизнь. Да, тоже, что вы, еще подъезжаешь к деревне, там, понимаете, 10-15 километров или верст остался, тебе уже вводят в курс дела. Вот ты приедешь, агроном, к тебя встретит такой-то человек, этот чудак, а вот этот умница, ты не вздумай с ним спорить, он тебя все равно забьет и осрамит при всем народе, значит. Так что, вот держись. Поэтому все это есть и все это было. И я думаю, что, в общем-то, я бы мог в своей памяти восстановить людей даже гораздо более философичных и, может быть, умных, чем тот же Устинов. Просто надо больше внимательности, понимаете, проявить к тому, к тому человеческому материалу, к тем людям, которые вокруг нас и есть, и были. Кроме того, это ведь еще история, потому что любой человек, любой вот такой деревенский философ, знаток, умелец, это не только он, вот не только в своем поколении, но он несет какой-то заряд предыдущих всех поколений, их философию, он их выражает. Это тоже нужно обязательно как-то, мне кажется, учитывать, когда мы говорим о типах народных. сгорело все. Сгорело. Сгорит, когда пожгли. Как не сгореть? Кто? Кто пожег-то? Ты знаешь? не все ли одно, кто Гришка сухих пожег? Когда кто слишком много людям мешает, не все ли одно, кто такого человека пожгет, кто первый сделал, тому и спасибо. Ночь, сколь уж разных догадок это было высказано, и Батраки, и Гришкина могли, и бывшие его дружки, с которыми повздорил насмерть, и мало ли людей обиженных, и каждый мог. И запомнил Стинов время такое. Многое, что делается, а кем остается в неизвестности. Гришку пожгли, это сказать, так и гражданская война у нас в любяшке началась. А войне, разве спрашивают, кто? Не спрашивают. Эх, только б не вернулся Гришка со злобой и местью. Но вот если вернется, кто будет в этом виноватый? Не знаю, кто. Ты будешь, Истинов, ты будешь виноватый. Я? Когда совсем по правде, ты. Непонятно мне. В том-то и дело, что тебе непонятно. Гришка пожгли, ты уж сам не свой. Кто, что, почему? А его надо было не пожечь, его надо было убить. Потому как не сделать с ним, он сделает с другими. Надо было, но из-за тебя, Устинов, нельзя. Ты поднимешься узнавать, кто сделал. Ты осудишь. Ты у нас в любяшке громотей умелец. По мужичи говоришь только, а умеешь в десять раз больше едва ли не каждого лебяженского мужика. Едва ли не каждого. Значит, тебя послушают и вслед за тобой тоже осудят. И вот кто хотел сделать лучше для всех, тот самый плохой человек. Ему уж, можно сказать, жизни-то в лебяжке не будет. А теперь посуди сам. Гришка Сухих не убитый. Он живой. Ежели он вернется к нам и начнет лебяженцам отомщать, то кто будет в этом виноватый? Ты, Устинов. Благодаря тебе же он живой и вернется к нам. И вот вернется, и кого он первого тронет? Ну, может быть, первого он тронет меня, а второго-то уж обязательно тебя. А может, вообще по-другому. Может, он тебя посчитает самым первым. но ты этого не понимаешь. Не хочешь понять. Да. Поехали домой, что ли, Стин? Погибли мои герои. Все до одного погибли. Мои члены комиссии трагически погибли. И мне их жалко. Я просто отношусь к ним как к близким людям. Но ведь, во-первых, у романиста есть свои какие-то законы, в соответствии с которыми он действует. А во-вторых, может быть, они действительно своей гибелью что-то доказали. с которыми я не могу что